Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 476. Ереме 32-35. Мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех. Это говорит Господь людям за 1 апреля 2017 года. Сегодня воскресенье, второе. И далее я говорю, когда можно по скайпу выходить. С 4.00 Москвы до 16.00 по Москве же. Кто ждет разговора по скайпу, он должен сначала написать тут же в скайпе снизу. Спросить, когда я буду свободен. И не звонить мне в свое время без договоренности, что я свободен и могу принять. Прошу это правило не нарушать. Звонить 4.00 до 16.00 по Москве. Дальше. Так, немало нас таких, что печалимся о грехах. А причин их охотно лелеем себе, преподобный Марк Подвижник. Вот я кавычки поставлю, что это сказано было им. Нужно запомнить это. Вот начинает. Прости Христа ради, или я извиняюсь там. А причину не хотят узнать. Священное Писание говорит, если брат согрешит против тебя, то что? Ну-ка заряди здесь, давай посмотрим. Слово в выговоре. Нажмите. Да. Сейчас мы увидим. Хорош. 19, 18.00. Это не один раз даже считается. Так. Теперь мы вынесем сюда к себе. И я его возьму как за эпиграф дальше. Давай, давай, прочитай. Лука 17.3. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. Выговори. Зачем же выговори? Это просто прости Христа ради покаянный день. Это прощенное воскресенье. А на сердце все лежит. Надо вытащить это. Ему все это высказать. Почему он это делал? Снова давай, прочитаем сейчас. Немало нас таких, что печалимся о грехах. А причины их охотно лелеем в себе. Причины надо выяснить. С корнем. Вытащить. По-моему, это даже, кажется, не надо исследовать. Но именно так. Ну зачем говорить? Ну простить, да и все. Явно дело, что это не от Бога. Необходимо охотно, с желанием нам найти причины. Почему это случилось? Разобрать. Далее. Юрий Соболев. Вопрос, Игнатий Тихонович. В Ветхом Завете мы неоднократно читаем о благословении первородства. Один из таких ярких примеров – Бытие, 25 глава. В одной из своих бесед отец Элег Стеняев, помнится, посетовал, что демы этого не сохранили, а потому в наших семьях ныне такое подобие анархии. К слову, в исламском мире идеи благословения первородства в общем держатся. Насколько актуально благословение первородства на заветное время, сегодня, прилагает так настоящим верующим православным, а может даже и ко вновь обратившимся семьям. Давайте вопросы какие задают-то. Ну на это я отвечу дальше. Петр Михалев. Да, священник мне задает вопрос. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Вот вы поставляете синодальный перевод как идеал. Мне как будто вина какая-то или что, не знаю. Ну вот пример его неточности. Апостол Павел цитирует Псалтирь, кавычки открыты. «Посему Христос, выходя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Кавычки закрыты. Посланник Евреям 10.5. Если вы откроете синодальный текст, а это 39-й Псалом, то такой цитаты там не увидите. А вот если откроете перевод 39-го Псалма Юнгеровым, или церковно-славянский текст, то там точная цитата. Вот, знаете, меня это совершенно не касается. Тут очень просто даже. Кто переводил знатоки языка? Зачем вот это по словарю узнает? Вот священник, который за этот вопрос на церковно-славянском разговаривать может? Да, конечно, нет. Я как-то был в одном магазине церковной литературы, и там священник приехал издалека. Стали говорить, вот вы за русский язык? Я говорю, конечно, за русский. Об этом и Пеофан Затворник говорит. Такое богатство нашего богослужения люди не понимают, и поэтому оно не играет уже той роли, которую должно было бы выполнить. А мы дома изучаем. Я говорю, и что, вы на нем разговариваете? Да, мы с женой даже можете разговаривать. Я говорю, да это неправда, вы только так думаете. Ну, как же думаете? Ну, я сейчас вам докажу, вы откажетесь от своих слов? Да как докажете-то? Я говорю, очень просто. Вы знаете церковно-славянский язык. Вы все слышали, люди? Все. Я говорю, переводите. Я пришел в магазин купить церковную литературу. Он смотрит на меня, ну, переводи. Что тут плавит? Если я переводчик, я вот переводил книги с английского, целые книги переводил, с немецкого. Мне это интересно. Когда-то я занимался языками, но мои знания слабенькие. Я переводил медицинские темы для офицеров в армии, переводил политические. А когда коснулось религиозного, я ничего не могу понять. Я по-русски-то этого не знаю. Я говорю, дальше говори. И спускался в подвальное помещение 46 ступеней. Но у меня развязался шнурок на ботинке. Я наступил на него и упал. И расквасил свой упрямый поповский нос. Переводи. Все. Вот ты теперь признаешь? Он только глазами моргает и все. Говорит, и глаза в разбежку на 13 сантиметров. Зачем же тебе говорю, что ты знаешь? Не знаешь ты его. А если знаешь, ты одновременно будешь переводить. Я знал одного человека. По нелищным только. Если кто знает, назовете его. Задание будет вам дано. Он решил быть благовестником среди южных народов. Но когда стал собираться, ему говорят, у них много болеют проказы. И вам нужно быть врачом. Он сразу же поступил в дополнительный медицинский институт. Закончил его. И туда поехал. И дальше он как там работал. Стал лауреатом Нобелевской премии. Его спросили, какой ваш родной язык. У него мать француженка, а отец немец. Я давно иду в биографию. Найдите его. Кто он такой? Его спросили, какой язык родной. Он не может сказать. Потом подумал и говорит, наверное, тот, на котором я во сне разговариваю. Во сне. То есть оба языка для него совершенно одинаковые. Были такие люди, которые назывались кентаврами. И был писатель один такой, который писал на английском языке. Ты, наверное, знаешь, кто это такой? И на русском одинаково. Написал там, это говорит, кто он? Педофил всех времен и народов. А, Набоков? Да, конечно. Для него одинаково было все. Владимир Набоков. Вот так. Язык нужно знать. А это, что он посмотрел, мне не касается. Какие псалмы? Мне проверять не надо. Я доверяюсь. Русский перевод Библии говорили один из лучших. Сегодня прямо можно говорить лучший язык за всю историю. Перевод. Переводчиков таких нет сегодня, как Хвольсон Давид Аврамович, крещеный еврей, доктор Лепсевского университета, православный христианин, Герасим Петрович Павский, Архимандрит Макарий, Лавягин. Перечислять тут их нет. Четыре духовные академии переводили. И вдруг какой-то Юнгеров там пять слов знает и по словарю смотрит их. Так что я знаю перевод синодальный, лучший перевод. А почему они так легко от него отказываются? Потому что ничего из него не знают. Если бы они знали наизусть целые главы, да они бы боялись одну букву потерять. Это какая разница? Это не его. А тебе надо было потрудиться, запомнить. Человек, если он в квартиранке, ему разве сидят? Он сегодня поднялся, вещишки взял и пошел. Крыша протекает, он даже и не видит. Почему? Он не хозяин, он койку переставил с места на место. А хозяин, он заботится. Если я хозяин этому имуществу, я тоже хозяин русского перевода. Я его учил. Я вошел туда не как квартирант. Я охраняю его сколько лет. Поэтому говорите сами для себя. Так, теперь на первый вопрос будем отвечать. Так, Игнатий Лапкин. В Новом Завете нет даже самого легкого или аллегорического намека на какое-либо преимущество перворожденного. Претензии на наследство от отца. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Начаток это начаток первородства. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаи, и что они посвятили себя на служение святым. Начаток значит первенство, первородство. И Бог это подтверждает, смотря на характер человека, на его страх Божий и первородство природное по рождению от Исава передает Иакову. Бытие 25-26. Потом вышел брать его, держась рукою своей запяту Исава, и наречено ему имя Иаков. Иаков означает дающий подножку, запинатель. Римлянам 9-13. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Авдий 1-18. И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа пламенем, и дом Исава соломою, зажгут его и истребят его. И никого не останется из дома Исава, ибо Господь сказал это. Вот первородство, что не только получение, а и изничтожение другого. И это в ином выражении ныне, не в доме только наследство, но в небесном. Поэтому ни мелочь, такую, как земные горшки во благодати, живущей ныне, даже и минутной не задержится. Ни мелочь, а на мелочи. На мелочи такой вот. Ага. Ну, земное богатство-то, это мелочь. Даже смотреть нечего. А на мелочь, такую, как земные горшки, благодати живущей, ныне даже и минутой не задержится, не претендует. Евреям 10.34. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Дальше. Да еще при Ветхом Завете Господь Христос не стал разрешать этот вопрос. Лука 12.13. Некто из народа сказал ему, учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство. Он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас. При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Вот и весь ответ. Ну, видимо, пришли делить имение, как правило, из-за первородства. В Новом Завете нет, наоборот, ни во что ставится. А вы начаток Ахая. А вы первый начали в городе углеротом или какой, угледар, вы там будете начатком. Другой начал где-то в Африке. Ты там являешься первородным от отца. Юрий. Юрий Соболев. Игнатий Тихонович, в радостном изумлении стою пред вашим ответом, разводя руками. Благодарю за глубокий и обстоятельный ответ во свете Библии. Спаси Христос. Точно. Ведь именно об этом же говорит Господь. Благодарю, Игнатий Тихонович. У нас сегодня на занятиях была девушка-католичка. Специально пришла. Разговорились. У них тоже проводятся занятия по изучению священного Писания. Встречи. Вот такие интересные встречи. По милости Божией ей. Точка. Вера Мурник. Да, я с вами согласна. Не люблю дни рождения именно за того, что все тебя лапзают, как икону. И поздравляют. То есть, у кого день рождения, я каждый раз таким людям даю вот такой материал. Ну, как поздравительный. Вот сколько у меня друзей, и каждый день это есть. Вот прочитай, что я ей послал. Дни рождения справлять не нужно. Поздравляют с днем рождения. Как будто тут какая-то есть твоя человеческая заслуга. Что вот год жили, нарушали заповеди Божии, грешили, и ангел не обрезал нить жизни. Поздравляют тут вовсе не с чем. Как говорит святой Иоанн Златоуст, празднование для рождения Ирода закончилось гибелью величайшего пророка Иоанна Крестителя. Итак, дни рождения никогда не следует отмечать, ни подарки делать, ни праздновать по-мирски. Подарки можно сделать в любой день. А нужно обязательно прочитать благодарственный канон ангелу-хранителю, что сберег нашу жизнь и не отрынул нас вместе с нашей суетностью. Сходить в храм Божий, конечно же, приготовившись достойно к тому, причаститься, если есть возможность, сотворить милость кому-то, подать милостыню. День рождения напоминает нам о том, что на один год мы стали ближе к уходу с этой грешной земли и ближе к страшному суду Божию. А та ведь все не так, как здесь, как говорит нам Святая Библия. Лука 9, 23. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Вот первая ступень. Отвергнись себя, растопчи свое Я. Тут нужны радикальные меры борьбы с самостью. Серахов 8, 39. Во всех делах твоих помни о конце твоем и вовек не согрешишь. Римлянам 13, 11. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. И потому желаю вам проверить себя. Жить уже далее так, как требуется по Слову Божию после рождения свыше. Жить абсолютно новой жизнью во Христе Иисусе. Жить под водительством Духа Святого, ожидая грядущего Мессии Христа, Бога истинного. И знать Его святую волю, исполняя ее. Ну дальше я вот эти выставляю данные, не буду считать, где наш находится сайт. Что в моем мире у нас 17971 фотография, наш форум, контакты, вот форум 1602 темы. Ну и что у нас здесь написано? Наш видеоканал 6700, семерку поставка здесь, 751 видеоролик и все остальное может человек найти. Ну там бы дату тоже можно исправить. А? На 17-е, 12-е надо поставить. Ну вот это напиши на сегодняшнее. 02, сейчас подожди-ка. Да я сам. Давай. 02. И здесь 04. 04 и 17. Семерка. Вот так. Каждый день, кто на меня выходит по скайпу, у кого день рождения, я их поздравляю таким вот образом. И поэтому вера и говорит, а ведь радоваться чему? Нечему. А ведь радоваться нечему. Чему радоваться? Тому, что уже на целый год человек ближе к смерти. Знаю, смерть для христианина должна быть радостью, что наконец он встретится со Христом. Но меня смерть пугает, и это еще раз доказывает, что я грешна и не готова к этой великой встрече. Поэтому я в своей жизни ни разу не праздновала дни рождения. Жаль, что невозможно куда-то спрятаться в такой день от всего мира или перескочить это событие. Да благословит вас Господь, что поддержали меня. Вот поддержал я ее. Откуда бы я знал, что я поддержал? Я просто посылаю. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Благодарю за ваше письмо. Да, комментарий вдумчивый, толковый. А главное, объективный. Да благословит Бог автора. То есть мы тут беседовали, что за мной подыскивается проще. И один там Алексей Алексеев. Вот найти надо такого, вывести на меня. Алексей Алексеев. Посмотрите, у нас два ролика тут, где за мной подыскивается. Первый и второй. Ну, тут в первых числах вы найдете. И там Алексей Алексеев. Прочитайте его. Послание, которое он прямо все разобрал как надо. Подробно. Дальше. Прочитав все послания с телефона, стоя в больничной очереди, стоя, стоя, размышляя о прочитанном, думая о вас, о вашем даровании и служении, пришел вот к чему. А то Юрий пишет уже. На одном из семинаров по этике, эстетике. Он преподает в государственном Юрии в университете, в академии и в церкви, в епархии ведет занятия. И вот в одном из семинаров по эстетике. Мы со студентами разбирали вопрос. Почему человек хочет присвоить, взять власть над красотой? Сам вопрос сначала им был непонятен. Как? Кто? Что? Когда хочет присвоить? Однако при дальнейшем рассмотрении они обнаружили, что это так. Примеров можно найти множество. Мужчина пленяется наружной красотой женщины и желает сделать ее своей. Вопрос кого? Женщину или красоту? Этот вопрос был ключевым. Дальше следовал бы хороший рабочий семинар. Вкратце, прозорливо и удивительно. Все это выразил Федор Достоевский в своем известном пассаже о красоте в братьях Карамазовых. Чем же пленяет красота человека? Своей инаковостью, своей инбытийственностью. Она не принадлежит этому дальнему миру. Блаженный Августин так и говорит. Это не красота, если не от тебя больше Бога. То есть от Бога. Если она не от Бога, это и не красота. Мирный, покорный человек преклоняется пред красотой. И именно это есть показатель его сердца. Непокорный противник, сатана, пытается присвоить ее, надругаться над ней, опозорить ее, вандализировать. Это есть показатель его сердца. Думаю, что сюда применимы евангельские слова о том, что истинные поклонники будут поклоняться ему в духе и истине. Иоанна 4,24. Ибо истинная красота, она от Бога. А есть фальшивка. Симулякр, подобие красоты. Фантик. Это от сатаны. Отсюда и мое размышление. Та духовная и не только красота. Носителем и выразителем, который вы, Игнатий Тихонович, являетесь и служит тем водоразделом, что покоряет слову через вас покорных и ополчает противников, пытающихся приручить эту дивную красоту Христову, накинуть на морник, воткнуть кляп, подлезть под язык, как вы говорите. Если то, о чем я пишу здесь, может кому-то показаться листивым, хвалебным, нескромным, соблазнительным, меня занимает мало. Я пишу так, как это понимаю, вижу и чувствую. После слове «Пойду, Игнатий Тихонович, смотреть ролик, который вызвал к жизни этот чудный комментарий. Два дня руки до вашего канала, в кавычках, не доходили». И после слове второе. «Есть один вопрос. Задам, если позволите, после просмотра, спасти Христос». Дальше. Юрий Соболев пишет. «Точно. Ведь именно об этом же говорит Господь. Благодарю, Игнатий Тихонович. У нас сегодня на занятиях была девушка-католичка». А там уже говорили, мы считали. Оказывается, я не... Это повторно, да? По милости Божией. «Вот. Во второй день... Вот второй день размышляю. Вопрошание риторическое. Почему в скайп-разговоре Скуратовский неоднократно примиряется с вами при помощи слова «извините» вместо подлинно христианского «простите». Может, поэтому и не получается окончательно преодолеть стену последних лет? Игла пишет. Игнатий Лапкин. Псалом 144. «Не даю клониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие. И да не вкушу я от сластей их». Видите, ответы какие мои. Я ни одного слова на его не отвечаю, а просто показываю, откуда идет и как он должен был говорить. «Да не уклонится сердце мое, не дай Господи». Когда начинаем... Да вот эта причина вот такая. Это извинение лукавое. Делающие беззаконие люди так делают. Лука 14.18. «И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». 19 стих. Другой сказал, «Я купил пять пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Видите, слово «извини» где употребляется, и где «прости». Сирахов 33.19. «Человек грешный уклоняется от обличения и находит извинение согласно желанию своему». Сирахов 33.19. Ну, а в книжном варианте может быть 32. Там посмотреть надо. Тут разница в одну цифру. Сергей мне пишет один. Сергей, «Ор». «Ор» о романе «Малыше». «О «Малыше» я говорил, когда он только собирался в Барнаул. Наказывал зимой Виктору Андреевичу, когда он был у меня, чтобы вы проверили его веру до переезда по Теряевку. Худое что-то с ним приехало». Ну, вот видите, Сергей, парализованный, 14 лет, и какое Господь дает ему тонкое чувствование. Вот, понимаете, за это время людей, которые знают, болеют, они ни о чем не думают там или что-то, стонут. А этот лежит 14 лет, и пролежи нет никаких. И все делает. Вот у меня бывает даже какое-то дело сделать. У меня несколько программистов здесь помогают, работают. Ну, большая команда у нас здесь. Мы как-то собрались, около 12 человек. Модераторы, администрация. А приходится к нему обращаться. На меня нападение было большое от роботов. Один день я сразу убрал, уничтожил, полторы тысячи примерно. Они каждый день лезут. Вот Сергей недавно запечатал их сумел. Как он делал? Не знаю даже. И вот здесь он такое говорит. Я ему отвечаю. Игнатий Лапкин, мы ведь сами не святые, не ангелоподобные. Потому такой и контингент. Но с ним можно работать. Он работящий. Все у него есть на плоской земле. Молимся и с ним работаем. Я молюсь о нем так, чтобы был изгнан лживый дух от него или из него. Где бы какая ложь не задымилась, он ее уже проглотил. Динозавры под землей от Славика и от Стерлигова муру всякую сглотнул. Полагаю, что Господь может исподобить ему понять это. Он сам говорил, что привороты привешивали ему вроде бы. Сейчас там по женской арене колдуны. А как можно было это проверить? Принял тут позапрошлым году крещение, но на исповеди не сказал про ту темную сторону. Вот откуда и завихряет демоническая круговерта лжи. А с прошлым собеседником без вас не желаю больше встречаться. Покаяния там не было. Это просто вираж в злодействии. Извини, разве равно слову прости? Сергей, у меня самого нет никакого желания с ним встречаться. Но так устроил Господь. Думаю, позже узнаем для чего это было. Понимаете, эту переписку я выставляю, некоторые недовольны, ничего тут нет, открыто перед Богом. Я благодарю Бога, что в моей жизни был такой Сергей. Сергеев много, но парализованный во славу Божию один. Игнатий Лапкет. Мне с разных сторон поступают точные сведения, как он рыскал под моим друзьям и всех заливал примерской пакостью. Виктор Савченко звонил, что его супруги он столько влил, что она уехала. Этим он хвалился в студии СДС. И еще извини, говорил с присказкой если душа замурована в пепел сожженной совести, как она если я согрешил, как согрешил, такие пакости убийственные делали, добивали меня, били, когда на меня наседал Роспотребнадзор и прочее, то есть, какое же покаяние это, если, тут не видеть не надо ничего, я говорю, вы убийцы, вас 10-15 лет в храм запускать нельзя. согласно книге правил Григория Кисарийского, 8-12. Как он нападал на Марьясова, на Соболева и других, кто его отверг, страшно сказать, наша-то переписка целая. И тут же изъясняется в любви к, кавычка, хорошим своим подельникам в студии, где стопроцентную ложь выливали бурдюками на слушателей. Я прямо говорю, подельники, преступники. Я там сидит, он хороший такой там один священник, он хороший, Алексей, чем он хороший? И он дальше плетет, но это мы не из книг вам, нет, это то, что вы, вроде бы, то, что я с монашеством и плохо знаю Игнатия Бринчанинова, я должен монашество любить, да нет монашества никакого. 1275 монастырей было в России. Игнатий Бринчанинов, он был епископ, там, Черноморский, и говорит, едва ли есть четыре, в которых едва теплится жизнь. Монашество, говорит, кончилось. Читая Игнатия Бринчанинова, как соединить с этими словами-то? Остались одни актеры, а актеры, говорит, ничего не сделают. Актеры. Но я ему пишу. Но мне это не повредило. Они все время вокруг меня рыскают. Но меня им взять просто не по зубам, потому что мне, Господь, позволяет все время двигаться вперед. Они уже на остывшие мои следы плюют. Там меня давно и нет. Поняли, в чем дело? То есть у меня все время какая-то новая работа, вперед движемся, тут начитываем, толкование, встречи, строим, работаем. А они ничего нигде нету. Пустота. Сергей. Я не называю фамилии ничего специально, потому что теперь только молиться. Договорились. Сергей пишет. Он и на меня писал, что во мне бес. Да мне без разницы. Я не держу обиды, оттого и на сердце легко. Молодец. А сейчас восстала Елена Скрыдник, винит меня во всех своих бедах. Даже до того удивительно мне. А я пишу. Игнатий Лапкин. А до этого ролик ЕС составили, что Сергей парализован наилудышей. И в чем же она может вас винить? Сергей. Всего не перескажешь. Может Сергей даже скажет, зачем выставил. Но переписка полезная, хорошая, но во всех отношениях прекрасная. Вот. Ну и сразу мы покажем наши ресурсы. Вчера батюшка приехал, вещи вечерние у нас было. К причастию люди готовились. Дальше. Что у меня здесь есть? Мой мир. Вот выставили. Мой мир. Вот тут вышел. Не буду открывать. Тут что-то вышел. Владимир Демченко. Хорошее отношение. Книги выписывал. Покупал. Вот что-то хочет сказать. Уже зашел за это время. И вот мой мир. Видите, я в шапке стою. Сюда можно заходить. И здесь есть мой, видно, кисти не два. Собачка Mail.ru. Почта. Написать можно. И мой это форум. Православный форум. Вот он где. Гоняю эту табличку-то туда-сюда. 1600 тем. И наш видеоканал. Вот он как выглядит видеоканал наш. Православный. Вот. Еще немножко и будет уже 6 миллионов просмотров. Это большое, конечно, событие. и во свете Библии. Сайт. Православный библейский сайт. Огромный. Тяжеловесный. Имею смелость сказать, что равного ему в мировой сети нету. Тут моим голосом 50 книг начитано примерно. Вопросы. Проповеди. Тысячи проповедей. 4124 ответа. Сейчас дополняем до часа. Беру из тема семья. Сейчас прямо мы отсюда и потащим в семью вопросы, которые будем насчитывать. Давай. О семье. Вопрос 2356. Это мне в записках подавали, когда я в пяти университетах вел занятия в школах, десятка школ. Потом пришлось по просьбе людей это поместить в книги. А теперь уже из книги какой том? Десятый том открытым оком. Значит, понимающие силу монашества всегда говорили о преимуществах своей жизни. А у вас никто из общины ясно в монастырь не уйдет? Дед выбил вопроса нету. А у вас никто из вашей общины это же ясно в монастырь не уйдет. Ага. Ну да. Как ваши прихожане пытаются обосновать свои решения жениться? Да. Ответ. Недавно у нас в Потеряевке была свадьба. Я всегда говорю о преимуществах несемейных. Об удобстве служить Господу, а не обремененности их семейными скорбями. Но один так настойчиво подбирается к семейному горшку, что я попросил его на бумаге написать все плюсы и минусы, какие он видит в семейной жизни. И вот, что мне этот горбун выдал? Это фамилия его, это горбун, это корень его фамилии. Он говорит. Плюсы. Первое. Ну, теперь нечего говорить. Горбунов Евгений был. Первое. Духовное общение не от случая к случаю, а постоянное. А невеста такая, у нее муж погиб, и он решил ее взять с двумя ребятишками. Второе. Поддержка как в духовном, так и в физическом плане. То есть, что ты можешь себе позволить один, то в присутствии другого уже не расслабишься. А начал пить, и за пенку пришлось из Потеряевки выдворить его оттуда. Галатам 6.1. Братья, если и падет человек, какое согрешение, вы духовны исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Ну, вот тебе пожалуйста, он говорил. И что дальше? Третье. Жизнь только для себя теряет всякий смысл. Для себя теряет всякий смысл. И, кстати, уехал, и там пьет во всю напрополую. А слова говорят, пришли, я говорю, ничего этого у вас не будет. Что? Первое, Коринфянам 10.24. Никто не ищет своего, но каждый пользует другого. Ну, видимо, жена ему помогла составить, она более умная. Четвертая причина, почему он решил жениться. Женщина создает в доме уют. Ни у кого из одиноких мужчин этого нет и быть не может. Не может. А мы живем, у нас полный уют. Здесь тепло занимается каждый. Дальше. Это написал. И пятое, зачем он жениться хочет? Полноценное питание. Питание у него полноценное. Полноценная пьянка, а не питание. Шестое. Вдвоем противостать искушением, то есть бесам, легче, чем одному. Да. Я не собирался жить дня, как уверовал, просил Господа дать мне жену. И вот, я думаю, что просьба моя услышана, сомнений у меня никаких нет. Дальше. Яков 1.6. Он допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да его не волна, он полностью на дно ушел, утонул. А то главное волна его там какая-то. Ну что там говорить-то? Дальше. Ну и радужных картин семейной жизни я перед собой не строю и прекрасно понимаю, на что иду. Это он говорит. Но одиночество мне не по силам. Отец мой был судим и рассказывал мне, как его держали в одиночке. Я сначала не мог понять, что же здесь плохого, когда к тебе никто не лезет, не мешает. Но теперь и понял и никому не желал бы этого. Говорить, что жить одному легче может только тот, кто не жил один. Опять же, это моя точка зрения. Каждый судит по себе. Это 13-й том открытым оком, как у нас было собрание, когда ему предложили выехать из потеряеки. Кто что говорил, документальная запись. Минусы. В семье, где на первом месте будет слово Божие, не может быть минусов. Измены, лжи, непослушание, самовольство, обиды, гнева, злости. Все это исключается женой верующей. Это он говорит, я говорю, а какие недостатки, что ты женишься, преимущества, а вот теперь недостаток он не видит, нету недостатков в этом. Притча 12-4. Добродетельная жена венец для мужа своего, а позорная как гниль в костях его. Вот это семи элиты будет в костях. Еремия 31-22. Жена спасет мужа. Вот так. Притча 31-10-12. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Дальше. Эти местописания Благородный сам написал еще до свадьбы. Благородный это Евгений звать его, а переводится Благородный. А там я говорю Горбунов, я назвал Горбун, тогда скрывал я еще, а тут и дальше стих. Люблю я с детства экономно жить, по-малому закупленное тратить. Запас не тянет, пусть себе лежит. На черный день копирка и тетради. Пришел компьютер, плюнул на заначку, от пишущей машинки отвернулся. Додумал ли я поступить иначе? Такой прибор окажется на пульсе. Старинный арифмометр в пыли, бумага тонкая, ненужная пылица, с дискетой, с компакт-диском мы ушли, к друзьям отверженным не подхожу и близко. Это я кто вот эти, которые приборы, все, машинка, теперь я близко к ним не подхожу. Музейный хлам, грош за него не дам, но памятью я с ним ни-ними не разлучен, с любовью внукам прячу чемодан, пусть ценят труд, потеть он их научит. Вначале пишущей машинки так был рад, затем газетным листиком об истинном крещении и вдруг с открытым оком вышли на парад и от врагов остались только щепки. Квартиры не имел, в чужом углу сидел, не смел и голоса подать, как квартирант. Сверчок по бедности легко все прятал в щель, но вылез в интернет для разных стран. А ты о себе пишу? А все компьютер, дорогая утварь, полумистическая тварь, всех разогнавшей, на нем экономист я экстра, супер, по всем позициям, программам и каналам. В одном не экономлю по старинке, молюсь, тиши, не торопясь, на память, духовные высиживаю по одной икринке, все, что по Библии, то в никуда не канет. По крупным буковкам мы с Библией сроднились, не старые листы листают пальцы, компьютеру зависшему такая честь не снилась, он сник, мигнул, перед молитвой сдался. 27-й, 7-й, 04-й год, Игнатий Лавкин. Ну вот видите, как я в этом ходил, изучал, купил книжку по компьютеру, большое дело вот это, вот это стихотворение таком выражено, ну все, что у меня было, мне интересно это. Вопрос 3367-й, 20-й том открытым оком. Когда Товия входил в брачную комнату, то он с женой своей Сарой молился, прося благословения. Есть ли молитвы для христианских молодоженов? Это у меня записка в университете поступает. Ответ можете молиться своими словами, ваша душа подскажет, что важнее для вас, вечное или временное. Так, молитва Богу христианских супругов, кавычки открыты. Милосердный и милостивый Боже, возлюбленный Отче, Ты по милостивой воле Твоей и Твоему божественному промыслу поставил нас в состояние святого брака, чтобы мы по установлению Твоему жили в нем. Мы утешаемся благословением Твоим, изврещенным слове Твоем, которое говорит, обретшись жену, обрел благо и получил благословение от Господа. Господи Боже, соделай, чтобы мы жили друг с другом в божественном страхе Твоем, потому что блажен муж, боящийся Господа, крепко прилепившийся к заповедям Его. Сильно будет семя Его на земле, род праведных благословиться. Соделай, чтобы более всего любили Слово Твое, охотно слушали и изучали Его, чтобы нам быть как древу, посаженному при потоках вод, которое плод свой приносит во время свое, и которого лист не вянет, быть как мужу, который во всем, что он не делает, успевает. Вот такую молитву молиться надо. Дальше. Соделай так же, чтобы жили мы в мире и согласии, чтобы в брачном состоянии нашим любили целомудрие и честность и не поступали против них, чтобы в доме нашем обитало спокойствие и мы сохранили честное имя. Даруй на благодать воспитать детей наших в страхе и наказание к божественной славе Твоей, чтобы Ты из уст их возмог устроить себе хвалу. Даруй им послушное сердце, да благо им будет и долголетны будут на земле. Даруй нам также хлеб насущный и благослови питание наше. Огради дом и наследие наше, как у святого Иова, чтобы злой враг и его орудие не могли нанести им вреда. Охраняй дом наш, имение и стяжание наше от огня и воды, от града и бури, от воров и разбойников, так как все, что мы имеем, Ты дал нам. Слава Иисусу Христу! Напрасно трудится строящий его. Если Ты, Господи, не охраняешь града, то напрасно не спит страж. Возлюбленным Твоим посылаешь ты благо во время сна их. Даруй нам также, Господи Божий, добрых, верных и послушных слуг, и сохрани нас от неверных служителей, потому что Ты все учреждаешь и всем правишь и владычествуешь над всем, награждаешь всякую верность и любовь и наказываешь всякую неверность. И когда Ты, Господи Божий, восхочешь наслать на нас страдания и скорбь, то даруй нам терпение, чтобы мы послушно покорялись отеческому наказанию Твоему и поступи милостиво с нами. Да благопоспеша с Тобою, Господи, шествие наше и добудут угодны Тебе пути наши. Если же мы пойдем, то не отри нас, поддержи и снова остави нас, облегчи нам скорби наши и утешь нас и не оставь нас в нуждах наших. Даруй нам, чтобы мы не предпочитали временного вечному, потому что мы ничего не принесли с собой в мир, ничего и не вынесем из него. не попусти нам прилипляться к серебролюбию, этому корню всех злополучий, но достараемся успевать в вере и любви и достигать вечной жизни, которой мы призваны. Бог Отец да благословит и сохранит нас. Бог Сын да просветит нас лицом Своим и да помилует нас. Бог Дух Святой да обратит к нам лицо Своё и да даст нам мир. Святая Троица да охраняет вход и исход наш отныне и вовеки. Аминь. Товия 8,4,8 Когда они остались в комнате вдвоём, Товия встал с постили и сказал встань сестра и помолимся чтобы Господь помиловал нас. Сначала легли, а потом подумали как же не молясь ты легли, встань сестра. И начал Товия говорить благословен ты Божий отцов наших и благословено имя Твое святое и славное вовеки. Да благословляют Тебя небеса и все творения Твои. Ты сотворил Адама и дал ему помощницу Еву подпорую жену его. От них произошёл род человеческий. Ты сказал нехорошо бы человеку одному сотворим помощника подобного ему. И ныне Господи я беру сестру мою не для удовлетворения похоти но поистине как жену. Благоволи же помиловать меня и дай мне состариться с нею и она сказала с ним Аминь. То есть она совсем согласилась Аминь. Стих. У меня есть друзья как без них умереть с ними всем достоянием сросся. Чуть не взгода ко мне я звоню им скорее. С этим сжился и всё пережилось так просто. И в молитвах моих непростой уголок список их мне не тянет карман. Столько нежности им и возвышенный слог им подарков моих караван. Их нашёл я при выстреле Божьего Слова призывающей вняв благодати. Отогнал Бог неверия демона злого им родные кричали ты спятил благодать обратила воде завершила осветила и свыше сердца сияла из овцы заражённой из детства паршивой Бог здоровой соделал добывшей из ямы их улыбки касания нежности дивной не понять буряку кто по кельям чернел их спаситель призвал и признав неотрину заслонил верой чистой от дьявольских стрел у меня есть враги не считать за врага иисус той науки меня обучил тайны выдадут все но не вижу вреда сам господь меня выдрал из страшных пучин ядовитая злобность самих же сожгла ненавидели подло молвое плетали белизною покрылась их злобы зола со слезами молюсь я от них был в опале так и было всегда от потомства Адама сила гнула свой лук от плеча зверолова амафором душили благовести по храмам скрыли имя творца иеговы у меня есть друзья и враги в перемешку я богат они всем не на пользу они чистят меня чтобы жил я безгрешно чтобы орло мог летать не рептилии ползать последний куплет еще раз прочитай с выражением у меня есть друзья и враги в перемешку я богат они всем не на пользу они чистят меня чтобы жил я безгрешно чтобы орлом мог летать не рептилии ползать вот такое стихотворение господь позволил мне написать но их называют не стихи а проповеди в стихах ну и таких проповедей в стихах у меня 3467 по 9 куплетов дальше это папка о семье вопрос 3740 25 том открытым оком родители не пускают сюда на занятия по изучению библии ребенка что мне им сказать ответ и главное ребенка а теперь что мне им сказать ясно дело ребенок это он сидит здесь в зале чтобы им сказать что мне слово мне и говорит что он пишет автор ну может брат его там нет ну мне ну давай ответ они потому и не пускают что расходимся мы отсюда уже в темноте в городе очень опасная криминогенная обстановка родители любят вас и вы им покоритесь по книгам можно многое узнать а воскресенье днем можете прийти к нам если мы разрешим вам прийти согласно вашему заявлению а пока будьте в полной покорности вашим добрым родителям родители нужно чтить и бояться когда будете жить самостоятельно тогда будете ходить на занятия если они еще будут тогда вот видите какой я даю ответ и сразу же добавляю два места писания 2 Тимофей 3.2 ибо люди будут самолюбивы сребролюбивы горды надменны злоречивы родителям непокорны неблагодарны нечестивы недружелюбны евреям 12.9 при том если мы будучи наказываемы плотскими родителями нашими боялись их то не гораздо ли более должны покориться отцу духов чтобы жить пирует царь сатрапы в ряд трон Валтасара окружают огни бесчисленных лампад с собой чертоги озаряют на недостойном празднестве в сосудах пеница священных и посвященных ну только в чем-то рифма-то никакой нету на недостойном празднестве в сосудах пеница священных и посвященных егове виноязычников надменных вдруг на одной из стен о чудо все ведет руку и она явясь неведомо откуда чертит пред ними письмена и ужас чувствуя глубокий дивились люди той руке чертившие словно на песке в своей таинственной строке и Валтасар бледнее вдруг пред непонятным приговором в лице в очах его испуг и молвит он тревожным взором людей мудрейших и волхвов позвать сюда без замедления пусть объяснят у них значение прервавших пир волшебных слов волхвами славится халдея и мудрых опыт их глубок но тут стоят они бледнее пред тайной этих дивных строк с другими старцами предстал но смысл надписи зловещий никто из них не разгадал тогда томившийся в неволе какой-то пленник молодой открыл покорный царской воле значение тайны роковой что было вещами устами закатом не возвещено за утро с первыми лучами сбылось воочию оно ольга чумина стихотворение дальше падут твердыни вавилона неотвратим судьбы удар и с высоты надменной трона сойдет в могилу волтосар могильный саван не порфира собой оденет царский стан его престол во власти кира враг его войска медян вот оказывается надо было вот сюда это ольга чумина вот все об этом деле снова новый вопрос вопрос 2168 8 том открытым оком хотя в начале действительно апостолы были и женатые но сам же апостол Павел говорит что семейный уже не может так полно отдаваться на служение церкви разве плохо что сейчас все епископы монахи они служат только Богу во всей полноте и любви ко Христу вопрос ответ совсем даже неплохо но на это Господь наш отвечал очень кратко так Матфея 19.8 он говорит им Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими а сначала не было так не было так не было так то есть чтобы не приводили люди в основание своей нужды даже если бы подтверждали это соборными позднейшими постановлениями но все же Бог изначально этот вопрос установил разрешать совсем не так придумали по согласию массовые разводы законных браков производить ради славы и пользы церкви в кавычках а это все от жестокосердия и от комплексов иногда даже чрезвычайно кавычках духовных заклиниваний на бисере девства хотя бы тысячи вселенских соборов устанавливали в свои каноны что епископами могут быть только монахи все это есть несусветная дикая ложь на закон Божий и на дух Христов который дал изначально свои откровения и по этому вопросу в Библии а слова писания неизменны до второго пришествия Христова Матфея 5 18 ибо истинно говорю вам доколе не приедет небо и земля ни одна йота или ни одна черта не придет из закона пока не исполнится все не приедет то есть не исчезнет как небеса и земля составлены сначала и так будут до пришествия Христова существовать стоять так и слова Божие сказаны сначала в Библии даже того тверже будут стоять и никаким сонмишем нарушителей их не не испровергнуть даже под видом благочестия и кавычках больше славы Божией кавычки закрыто 2 Петра 3 5 думающие так не знают что в начале словом Божием небеса и земля составлены из воды и водою не слово Божие составлено людьми живущими на земле под небом словом Божием сотворены небеса и земля монахи сами канонизировали своих монахов святителей и потому в их понимании и все небо состоит чуть ли не из одних монахов и руководить женатыми они могут как очень мудрые подправившие слово предлагая знакомиться с их доводами в пользу монашества епископата так иоанн епископ смоленский о монашестве епископов почаев 1904 год монреаль 1980 год 157 страниц кавычки открыты предисловие архиепископа Виталия патриархат не только полностью подчиняется коммунистической партии и является его послушным орутием но некоторые члены его просто вербуются из-за членов партии иоанн высшей степени даровитый суровый церковный оратор скоропостижно скончался 17 марта 1869 года он доказывает что епископы в православной церкви непременно должны быть монахами страница пятая кавычки открыты несомненно что в первые четыре века христианства епископы могли быть в супружестве пожалуйста больше ничего не надо доказать в первые века сами аскеты могли невозбранно оставаться в кругу семейном и общественном таким образом супружество епископов в первые века должно быть понимаемо вовсе не как совершенство церковного устройства и управления а скорее как несовершенство по крайней мере неопределенность не понял 1 Тимофея 3.2 но епископ должен быть непорочен одной жены муж трезв целомудрен благочинен честен странно любив учителен 1 Коринфянам 9.5 или не имеем власти иметь смутницу и сестру жену как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа апостольские правила собранные в конце 2 или начале 3 века говорят о женатом епископате правило 5 кавычки открытые кавычки открытые епископ или пресвитер или дьякон да не изгонит своей жены под видом благоговения если же изгонит да будет отлучен от общения церковного а оставаясь непреклонным да будет извержен из от священного чина непреклонный то есть не покориться если не вернет жену у Климента Римского написано кавычки открытые епископу хорошо быть безбрачным если же не так то по крайней мере быть единобрачным то есть не два раза жениться и далее апостольское сороковое правило кавычки открытые ясно известно да будет собственное имение имущество епископа если он имеет собственное и ясно известно Господне дабы епископ умирая имел власть оставить собственность кому хочет и как хочет дабы под видом церковного не было растрачено имение епископа имеющего и тогда жену и детей или родственников или рабов ибо праведно это пред Богом и людьми чтобы и церковь не претерпела некоего ущерба по неизвестности имения епископского и епископ или его родственники не подвергались отобранию имения за церковь или же дабы близкие его не впали в тяжбу и кончина его не была сопровождаема не была сопровождаема не была сопровождаема бесславием об имении как говорится дети были дети откуда дети правило 51 кавычки открытые апостольское правило если кто епископ или пресвитер или дьякон или вообще из священного чина удаляется от брака то есть против брака что это грех и мясо и вина не ради подвига воздражания но по причине не гнушения забыв что все добро зело и что бог созидая человека мужа и жену сотворил их и таким образом хуля клевещет на создание или да исправится или да будет извержен из священного чина и отвержен от церкви так же и миряним ну как строго за этим смотрели страница 10 это я все выписывал из книги этой уже во втором веке является мысль о подчинении даже всего клира безбрачию как закону Дионисий в своем послании в Крит убеждает их не спешить принуждением всех клириков к безбрачию а иметь ввиду немощи других многих многих епископы советовали подавать более твердую пищу и питать клириков более совершенным учением чтобы они принимая постоянно сладкое учение не состарились в детской жизни страница 11 апостолы не давали положительного правила о безбрачии епископов апостол Павел отдает предпочтение безбрачию и девству перед супружеством даже в мирской жизни христиан 1 Коринфянам 7.1 7.8 стихи 26.29 32.34 38 7 глава дальше церковь с самого начала запрещала безбрачному духовенству держать в своих домах какие бы то ни было лица женского пола хотя бы для обычных домашних услуг и прежде всего требовала этого от епископов таков в 267 году по рождеству Христову собор в Антиохии торжественно осудил Павла епископа Антиохийского между прочим за то что быв безбрачным он держал в доме женщин и позволял тоже своему клиру хотя без законной связи с ними не был изоблечен страница 12 на первом селевском соборе в Никии был поднят вопрос о супружестве клира и от многих епископов с которыми было и весьма много пресвитеров предложено было обратить безбрачие в общее правило для всего клира но некоторые из них и между ними особенно Пафнутий один из египетских сам строгий подвижник и девственник убедил ли собор не налагать на всех этого времени не для всех удобоносимого правило третье коснулось только безбрачных членов клира кавычки открыто великий собор без изъятия положил чтобы ни епископу ни пресвитеру ни диакону и вообще никому из находящихся в клире не было позволено иметь сожительствующую в доме женщину разве матерь или сестру или тетку или те только лица которые чужды всякого подозрения продолжение всего четвертого и пятых веков еще не было дано исключительного правила и являются еще супружествующие епископы как например Григорий Низкий брат Василия Великого Григорий Назиан Зин отец святого Григория Богослова страница 15 безбрачное духовенство в римской церкви установилось слишком еще задолго до Григория 7 который только усилил это правило тем что отлучил от церкви всех женатых клириков лишил супружества их всякого даже гражданского значения и подвергал отлучению самых мирян принимавших таинство от женатых прессвитеров вот как пошло дело далее власти они как захватили и дальше началась тирания от первых веков монашество приобрело явное преимущество в цене и в силе пред мирским белым духовенством стали ставить монахов в епископы вызывая их из пустынь быстро распространялась эта мера по всем странам где только водворялось монашество в некоторых местах как в Египте Сирии Месопотамии лучшие из монахов получали архиерийский сан даже без определенного назначения на епархии если именами более живой практикой нежели мертвой буквой вот почему законодательство церкви всегда имело характер преданий безбрачие епископов вошло в церковь под влиянием чистейшего духа Евангелия о как чистейшего при том это уже пишет монах все его уже не выковырнич отсюда стрелиться девятнадцатая гражданские законы греко-римской империи в начале шестого века уже не признавали супружество в епископском звании они даже положительно требовали разлучения с женами тех пресвитеров которые избирами были в брачном состоянии на епископство в навелах Юстиниана не иначе посвящать епископы как если избираемым было определено достойный в других отношениях не будет иметь детей и уже не сожительствовал бы с женою никого не поставлять епископов иначе как если кто предварительно или примет монашество или будет помещен в клире по крайней мере на 6 месяцев и в последнем случае поставлять только таких кто не имеет детей или племянников и уже разлучился навсегда с женой забота об имении имение тут главное имение было чтобы никому не досталось только церкви это значит что государство и общество со своей стороны признало всю силу церковного порядка его пользу и необходимость даже в гражданском отношении в 9 веке это требование отменено гражданской властью но в то время монашество уже утвердилось на архиерейских кафедрах Трульский собор 681-692 год правило 12 кавычки открыты дошло до сведения нашего и то что в Африке и Ливии и в иных местах некоторые из там осущих боголюбезнейших предстоятелей и посредишившимся над ними рукоположении не оставляют жить вместе со своими супругами полагая тем притыкание и соблаз другим имея же великое отщание но бы все устроить к пользе порученных паст признали мы за собою за благо да не будет отныне ничего такого сие же глаголим не к отложению или превращению апостольского законоположения но прилагая попечение о спасении и преуспеянии людей на лучшее и о том да не допустим какого-либо нарекания на священное звание ибо глаголит божественный апостол все во слово божие творите коринфянам 1 10 32 33 творите если не подавайте соблазна ни иудеям ни еленам ни церкви божьей так как и я угождаю всем во всем ища не свои пользы но пользы многих чтобы они спаслись как раз наоборот говорится то против них эти стихи говорят 1 коринфянам 11 1 будьте подражателями мне как я христу если же кто усмотрен будет стилетворящий да будет извержен страница 21 вселенский собор не считал нужным свое время стесняться апостольскими правилами допускавшими супружество в архиеристе а за лучшее и более полезное для церкви признал отменение или ограничение этих правил и наконец безженство епископов должно было быть так строго соблюдено и супружество так нетерепимо в их сане что виновные противным подвергаются извержению сана с этого времени уже не видно супружество в восточной церкви даже в виде исключений но какая же судьба ожидает жен разлученных с мужьями по короположению их в епископы правило 48 6 вселенский собор кавычки открыты жена производимого в епископское достоинство предварительно разлучается с мужем своим по общему согласию по рукоположению его во епископа да вступит в монастырь далеко от обитания всего епископа созданный и да пользуется содержанием от епископа если же достойно явится да возведется в достоинство диаконисы на поместном Константинопольском соборе 1185 1195 годов было повторено кавычки открыты если же жена добровольно не захочет принять пострижение то их мужья хотя бы уже посвящены были в архиерейский сан лишаются своего места и достоинства и на место их другие избираются это постановление утверждено царской властью пропал мужик страница 23 казалось бы даже гораздо проще и легче узаконить выбор архиереев исключительно из монахов но церковь не хотела и не могла узаконить такого порядка навсегда и это объяснить нетрудно во первых монашество во всяком случае есть дело доброй воли дело личного совершенно свободного выбора поэтому как дело необязательное ни для кого оно может подвергаться разным случайностям может и умножаться в церкви и сокращаться может и совсем прекращаться на более или менее продолжительное время но епископство должно быть в церкви всегда неизменно до скончания века как же можно было бы основать его на такой нетвердой то есть непостоянной неизменной почве так каково монашество это значило бы и само епископство подвергать тем же случайностям как и монашество И во-вторых, выбор по монашеству – это выбор по сословности, что влечет в неблагоприятные для церкви последствия, и нет правила, чтобы избирать на епископство исключительно из клира. Стр. 25. Такой факт, как живое предание и голос церкви всех времен, не имеет ли уже сам по себе силы закона, не сохраняет ли всей нравственной обязательности до последующих времен, как скоро мы хотим быть верными и истинному духу церкви. И в этом духе церкви, без списанных правил, и заключается самая действительная связь – каноническое архиерейство с монашеством. Таким образом, действиями церковь, можно сказать, предупредила и отняла силу у современных нам возражений против монашества. Они были бы гораздо сильнее, если бы монашество утвердилось на архиерейских кафедрах только формальными узаконениями. Это понять кажется нетрудно. В известных церковных, соборных и отеческих канонах мы не находим прямого правила, чтобы епископы, избираемые из клира, белого духовенства, безбрачного или брачного, по избрании обязывались формально принимать монашество. Снимаю Вселенский собор правило 18. Бесприткновенный бывайте, и внешним глаголит божественный апостол. Но пребывание жен в епископиях или в монастырях есть вина всякого соблазна. Всего ради, если усмотрено будет, что кто-либо имеет рабу или свободный в епископии или в монастыре, поручая ей какое-либо служение, да подлежит епитимии. Закосневающий же в том, да будет извержен. Если и случится, жена быть в загородных домах, и восхочет епископ или егумен путь творить там, то в присутствии епископа или егумена отнюдь никакого служения, да не исправляет в то время жена, но да пребудет особо на ином месте, да коли последует отшествие епископа или егумена, да не будет нареканий. Даже на глаза, чтобы не попадалась эта тварь ползущая, как будто бы вывели застоявшуюся конюшену производителя жеребца и ведут мимо. Как бы на какую кобылу не заскочил, там страшно считать. Эти же правила положены для всех служителей безбрачных. Первый Вселенский собор, третий правило. Шестой Вселенский собор, пятое правило. Василия, восемьдесят восьмое правило. Страница сорок вторая. Даже после самого тщательного изыскания, едва ли найдешь, чтобы живущие в мире когда-нибудь удостаивались священноначалия. А монахам оно как будто жребием суждено. Только недоброе поведение многих все испортило, и важность схемы унижена и ослаблена. Уже тогда говорили, ну как, Женя, с одной на друге монахи теперь, и всякая прочая голубизна задавила. Вот куда пришли. Страница сорок третья. В Константинополе еще в третьем веке были епископы с женами и детьми. Это Тит, Домицы, Пробу, из которых последним был сын предыдущего. Приемником Проба был его сын Митрофан. Страница пятьдесят вторая. Восточные епископы поставляются исключительно из монашествующих. Белое духовенство заявляло свое неудовольствие, что, кавычки открытые, его не допускали до высших степеней, предпочитая монахов при избрании архиереев, кавычки закрытые. Они считали это и несправедливым, и несогласными с канонами. Страница пятьдесят седьмая. Что касается в особенности архиерейства, то оно было учреждено прежде монашества и существовало вне его до того времени, как организовалось монашество в своих правилах. Следовательно, нет и спора о том, что архиерейство возможно без монашества. Должно бы так было. Это из книги я выписываю прямо как есть. Ни одной строчки моей нету здесь. Страница шестьдесят девятая. Между еретиками и епископами были и монахи, как, например, Нисторий, Пир и другие. Но это были прежде всего худые монахи. Худые. Дальше. Вопрос 2169. Предположим, что ваши мысли о монашестве были бы приняты всеми монахами, то изменилась бы ли температура духовной жизни в стране? Это мне вопрос поступает записка. Я отвечаю. Ответ. Ведь ничего бы и не изменилось, если бы это случилось там, в 4 веке, тогда бы ощутимо и разительно. А сегодня монашество и нет настоящего. Нужно снять табу с должности епископа для женатых. Вернуть к апостольским временам. Тогда, быть может, меньше было бы этих карьеристов, на каждом из которых видится непогрешимая папская тиара. Сегодня монашество приносит только страдания тем, кто монахами обольщен и принимает обет безбрачия. Они его закупоривают, и там он томится на, кавычках, мироточении. Увеличивают грех нарушителей обетов. Приучают людей к лжесмирению и лжепослушанию перед любым самодурством. Исайя 8, 20. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят какое-то слово, то нет в них света. 2 Петра 1, 19. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Только эти два окошка в Слово Божие открой, и рассыплется наваждение и обольщение любое, не евангельское. Все на этом, как порядок требует, закрой. Все, мы уходим. На этом у нас сегодня закончилось. Во славу Божию!